Добрый день! Меня зовут Елена Нехорошего, и это цикл лекций «Психолог в городе». Здесь мы говорим о том, как мегаполис влияет на наши чувства и эмоции. Это вторая часть видео про одиночество в большом городе. В прошлом эпизоде мы поняли, что такое одиночество и кто чаще с ним сталкивается. А сейчас мы поговорим о том, как город, его пространство и социальная жизнь способствуют или препятствуют возникновению чувства одиночества. Почему мы ощущаем одиночество в мегаполисе? Исследования показывают, что повышенная скучность и плотность населения заставляют нас чувствовать себя более одинокими, а вот социальная инклюзивность и контакт наоборот. Люди обычно чувствуют себя отчужденными из-за перенаселенности. А что такое отчужденность? Это и есть противоположность теплым отношениям, то есть отсутствие каких-либо связей. В этом как раз и состоит парадокс. Казалось бы, чем больше людей, тем больше возможностей для общения. Но это приводит к обратному эффекту. Почему? Давайте возьмем метро в час пик. Помните свои ощущения? Нам же все время хочется отодвинуться, ведь все вокруг нарушают наше личное пространство. То есть в обеих ситуациях мы хотим восстановить свои границы, а потому буквально изымаем себя из отношений. Плюс само общение в таких ситуациях, оно очень поверхностное. Для продавцов мы очередные покупатели, которых нужно быстро обслужить, для спутников в транспорте очередные пассажиры, которые мешают им ехать комфортно. В толпе нет запроса на истинные отношения. Все мы становимся человеком функции. Покупателем, продавцом, пассажиром, да просто телом в пространстве. А влияет ли на нас обустройство города? Да. Большое значение имеет планировка и плотность застройки. Вы когда-нибудь слышали про эффект Глазга? Известно, что с 50-х годов жители Глазга страдают от психических заболеваний чаще и живут на 7 лет меньше, чем жители соседних городов. Почему же так происходит? По данным различных исследований, основная причина кроется в радикальных градостроительных решениях. Еще в середине прошлого века в Глазга хотели построить идеальный город с высотными зданиями. Для этого людей переселяли из трущоб в гигантские, жилые массивы с однообразной застройкой. В результате город стал рекордсменом по количеству высотных домов Великобритании, уступая место только Лондону. Увы, у эксперимента были и печальные последствия. А теперь перейдем к еще одному важному аспекту. Он касается доступности среды. Для примера возьмем Москву. Смотрите, с одной стороны, сейчас в Москве уделяется много внимания доступной среде. Многие подземные и надземные переходы оборудуют лифтами. В общественных местах появляются пандусы. Многие надписи дублируют шрифтом Брайля. Но все же городская инфраструктура ориентирована на усредненное большинство. Например, в городе по-прежнему мало пространства, которым было бы удобно пользоваться всем. И пожилым, и подросткам, и мамам с маленькими детьми. Это же вызывает чувство одиночества. Человек думает, меня здесь не учитываю. Этот город не для меня. Транспорт и транспортная система тоже очень сильно влияют на нас. Мы тратим от 40 минут до 2 часов в день на дорогу. Причем именно тратим, а не проживаем. И все это из-за того, что многие города выстраиваются по принципу рабочий центр, спальный окраин. То есть мы вынуждены мириться с большими расстояниями. Очень показательно на эту тему высказался урбанист Итай Палти. Он сказал, что у нас сформировалась культура продолжительных поездок на общественном транспорте. И мне эта мысль очень импонирует. Но есть и удачные решения. Например, мне очень нравится идея регулярных речных трамваев в Москве. Ведь такой общественный транспорт не просто перевозит пассажиров, он дарит совершенно иное переживание пространства. Автомобили тоже делают нас одиноким. Предлагаю разобрать этот феномен на примере одного из исследований в Сан-Франциско. В 60-х годах эксперты провели большое исследование на трех улицах с разных трафиком. Так выяснилось, что жители оживленных улиц реже разговаривают с соседями, они реже становятся друзьями или приятелями, потому что надолго не задерживаются на улице, чего не скажешь про спокойные улочки, где всегда можно спокойно поговорить друг с другом. О чем нам говорят все эти примеры? Рост уровня городского одиночества тесно связан с разобщенностью людей в городе. Ведь жизнь в городе формируют не только здания инфраструктуры, но и сами люди. А когда между ними нет связи, нет и городской жизни. Это приводит к одиночеству в толпе. Где можно спастись от одиночества в городе? Доказано, что посещение парков, садов и других зеленых мест снижает уровень одиночества. Есть две возможных причины, почему так происходит. Первая причина – естественное пространство дает больше возможностей для общения. Вторая причина – природа вызывает ощущение привязанности к месту. Смотрите, с психологической точки зрения наблюдение за живой природой, за живыми объектами вовлекает нас самих в эту жизнь, приглашает в отношения. А в истинных отношениях нет места одиночества. Вот почему во время неспешной прогулки на природе мы часто думаем о тех вещах, о которых не задумываемся в повседневной жизни. Наверное, вы сами это замечали. Но не только зеленые зоны являются антидотом одиночества. Еще таким антидотом может быть искусство. Музеи, арт-порталы, галереи, концерты, театры. Места с аутентичной архитектурой также помогают в установлении контакта с собой. И, наконец, не стоит забывать про различные сообщества. В городе обязательно найдется сообщество для каждого, и вы не будете чувствовать себя одиноким.